Когда в крупнейший нефтеналивной порт США, Новый Орлеан, вошло научно-гидрологическое судно Иван Петров, американские спецслужбы насторожились. И неудивительно, долгое время подобные суда под предлогом научных исследований собирали разведданные о военно-морских силах противника. Конечно, моментально приехали какие-то определенные службы и поставили соответствующий пост со шлагбаумом, чтобы все наши выходы из судна и поездки куда-то в Новый Орлеан, они все контролировались. Однако на этот раз ученым не было дела ни до атомоходов, ни до авианосцев. Русских интересовала нефть. Иван Петров доставил из Архангельска специальный геофизический кабель, который был необходим американцам для проведения геологоразведки месторождений нефти. Это были исследования геофизических структур с построением различных геоэлектрических разрезов и рекомендации. Потому что основные рекомендации геофизиков – это бурить скважину или не бурить. И у нас было задание сделать тестовые работы по определению залежей углеводородов. Каким образом геофизические кабели помогают находить залежи нефти? Чем геокабель отличается от обычной проволоки? Кто в России разрабатывает подобные устройства и для чего они нужны? Об этом в программе «Технопарк». Технопарк Территория кабельного завода. В деревянных корпусах опытные образцы новой продукции – шланга кабели. Это разработка российских инженеров для нефтяной промышленности. Главное достоинство нового решения – цена и прочность. Армированные полиэтиленовые трубы, созданные в Пскове, втрое надежнее стальных аналогов, используемых сегодня в скважинах. И это при том, что обслуживание последних обходится в пять раз дороже. Ну, оно возникло как-то совершенно случайно. Причем начали мы со сложного. Мы сделали эти трубы, которые можно применять в скважинах. Вот. И оказалось, что в мире до этого еще никто не додумался. Но армированные полиэтиленовые трубы – это лишь незначительная часть инновационного производства. Основу составляют кабели – геофизические, морские, грузонесущие, бронированные. В принципе, все эти кабели мало чем отличаются от тех, что использовались на заре электрической эры – токопроводящая жила в центре, изолирующая оболочка посередине и защитная броня снаружи. В зависимости от условий эксплуатации верхний слой может быть выполнен как из бумаги, так и из стали. Правда, сегодня, помимо передачи электричества, кабели выполняют и грузонесущую функцию. Например, геофизический в нефтяной промышленности должен выдерживать не только вес оборудования для обслуживания скважины, но и свой, который зачастую равен 10-15 тоннам. По-настоящему инновационной разработкой псковских инженеров стал армированный кабель. В 2003 году Институт ядерных исследований РАН обратился к псковским инженерам с просьбой создать геофизический кабель, который смог бы обеспечить электричеством так называемый нейтринный телескоп. Этот уникальный комплекс, установленный на дне озера Байкал, чем-то напоминает гирлянду из китайских фонариков. Его главные элементы — световые датчики. Именно они улавливают вспышки света, которые возникают при столкновении нейтрино с ядрами атомов кислорода или водорода. В единой линии, которую ученые называют «стринги», датчики собирают с помощью кабеля. Каждый комплекс состоит из восьми таких «стринг», а его длина не превышает километра. Долгое время условия эксплуатации, а именно давление и коррозия, превращали кабели в труху. Других не было, мы их использовали. У них была вот эта броня внешняя, которая непосредственно контактировала с водой. И в условиях наличия электрических полей неизбежно возникала ржавчина. И неизбежно этот провод истончался, вот эта броня, и приводила к обрыву этих кабелей. Стоит отметить, что исследования имеют смысл, или, вернее сказать, интересно ученым только в том случае, если они проводятся непрерывно в течение нескольких десятков лет. А при том, что осмотр и сервис оборудования нейтринного телескопа можно проводить всего лишь один раз в год, когда Байкал покрыт льдом, то фактор надежности выходит на первое место. Если вы сделали что-то не так, если вы сделали что-то некачественное, если вы сделали какую-то ошибку, то исправить вы ее в большинстве своем можете только через год. То есть условия, ну, вот примерно те же самые, что и у спутников. Вот они запустили, и там уже, так сказать, ну мало чего можно исправить. Чтобы повысить надежность сетей, нужно было полностью исключить контакт металла с водой. Задача оказалась решаемой. Стальную броню кабеля полностью покрыли расплавленным пластиком. На деле это выглядело так же, как и сегодня. Вот в это устройство подается уже готовый бронированный кабель. Там при температуре 200 градусов в стальной каркас запрессовывают полимер, который, заполняя пустое пространство, формирует монолитную оболочку. Я могу показать, как это устроено. Мы снимаем первый слой до брони, чтобы убедиться, что покрыт полностью. Начинаем раскусывать, отодвигать. Вот. И проверяю слепание. Не отрывается? Нет, не отрывается. Все нормально. Немаловажный фактор – охлаждение полученного кабеля. Оно происходит поэтапно. Сначала готовый продукт помещают в ванну, вода в которой не превышает 80 градусов. Затем температурный режим понижают до 40, и в завершении кабель поступает в третий резервуар, температура в котором равна 10 градусам. Если технологию нарушить, вместо цельной оболочки получится бугристая поверхность, которая будет не способна противостоять ни давлению, ни тем более коррозии. Кстати, кабель, который изготовили для физиков еще в 2003 году, работает и по сей день. За 10 лет эксплуатации оборудование ни разу не давало сбой. Более того, сегодня ученые поставили перед производством новую задачу – разработать и создать комбинированный кабель, который бы соединял информационный центр на берегу с нейтринным телескопом на дне озера. Основные требования, помимо армированной оболочки, это наличие трехжильного оптического проводника для сверхскоростной передачи получаемых данных и трехжильного медного для питания всей установки. Что нужно? Это тот пример, который мы читаем на Западе, и вообще читаем идеального взаимодействия науки и промышленности. То есть промышленность понимает запросы, мы формируем запросы, они делают образцы, мы их испытываем. После этого образцы идут в широкое производство. И страна, и в том числе геологи, нефтяники, ну, все люди, которые ведут ту или иную разведку, они уже пользуются владами вот этого. Действительно, сама технология армирования специальных кабелей оказалась очень перспективным направлением. Сегодня в ассортименте российских разработчиков больше сотни различных модификаций армированных кабелей. Одна из них активно используется в Китае и Казахстане на предприятиях с повышенной агрессивной средой. Еще одна разновидность успешно применяется в нефтедобывающей промышленности. Нельзя выпускать задачи, которые, в принципе, это можно выполнить. Переходя от одной задачи к другой, получилось вот такое вот, ну, очень широкое, конечно, поле деятельности, которое сейчас даже тяжело охватить. Специальные кабели – продукт штучный. Каждый разрабатываемый на псковском предприятии кабель адаптируется под конкретные задачи клиента и аналогов порой не имеет. Мы в последнее время работаем в основном по заказу и подстраиваемся под каждого заказчика, под его условия эксплуатации, под его желания и параметры. Поэтому каждый кабель проектируется с учетом всех этих параметров, вот, поэтому он и является индивидуальным. Необходимость решения специфических, уникальных инженерных задач помогла развиться еще одному направлению деятельности предприятия. Тенденция развития нашего предприятия в последние годы – это не только производство самого кабеля, но еще оборудование для его производства. На наших площадях производятся бронировочные машины, которые являются основными в производстве кабеля. Дело в том, что все оборудование, которое сегодня выпускается для нужд кабельной промышленности, рассчитано исключительно на серийный выпуск. Эта же линия по бронированию кабелей, которая сегодня вводится в эксплуатацию, может быть оперативно перенастроена с производства нагревательных кабелей на, например, геофизические кабели. – Да, я слышу неоднократное мнение, что надо купить оборудование лучших европейских или мировых брендов, установить его, и дальше все будет, ну, как по маслу потечет, жизнь наладится. Да, наладится, но это если гнать вот серийную продукцию, вот от А до Б. А дальше шаг в сторону, это оборудование надо переналаживать, с ним надо что-то делать, дорабатывать. А это уже практически невозможно, оно заточено только под серию. Успешный продукт, особенно разрабатываемый на заказ, должен не просто соответствовать техзаданию, он должен решать задачу, которая в каждой отрасли своя, особенная. Наглядный пример – специальный нагревательный кабель для нефтедобывающей промышленности. – Как говорится, да, есть в Америке легкая нефть, у нас она тяжелая, за счет того, что у нас очень много примесей парафина и серы, содержащиеся в самой нефти. На глубинах, там, до полутора тысяч метров в скважине образовываются песчаные парафиновые пробки. Пробки или заглушки – это парафиновые отложения на стенках скважины, чем-то похожие на холестериновые бляшки в наших сосудах. Так же, как и холестерин, парафин за несколько месяцев может закупорить скважину, что фактически останавливает добычу нефти. Псковские инженеры предложили нефтяникам систему обогрева скважины. Суть технологии заключается в нагревательном кабеле, который опускается в скважину, и там плавит парафин. Управление нагревом осуществляется через станцию, расположенную на поверхности. – В принципе, до этого были разработки нагревательных кабелей, здесь ничего сложного нет. Но такой постановки, так скажем, систем обогрева, прогрева скважин не было до того момента, пока мы не разработали, не сертифицировали, не патентовали эту систему. Система оказалась настолько эффективной и экономически выгодной, что сегодня отечественный продукт не просто конкурирует, а активно вытесняет западные решения с российского рынка и со всего постсоветского пространства. – Я считаю, что мы должны переломить те тенденции в нашей стране, когда мы без оглядки покупаем любые технологии за рубежом, оставляя в стране, в общем-то, свои. Уж что-что, а, допустим, в оборонной промышленности, в нефтедобычах, ну, мы не самая последняя страна в мире. Псковская компания свои решения на европейские и азиатские рынки продвигает. В ее активе поставки кабелей в Китай, Польшу, Испанию, Францию и Сирию. И потенциальные рынки сбыта будут расширяться, потому что легкая нефть заканчивается, а значит, будут востребованы технологические решения и новые подходы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова